Друзья, всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Маргарита Шипила, мой собеседник Ольга Искандарян. Поприветствуем ее. Оля, привет! Привет! Друзья, мы сегодня решили с Ольгой записать такое небольшое мини-интервью, чисто на темы, которые интересуют большинство людей. Сегодня большое количество людей заходит в интернет, чтобы найти себе доход, источник дохода дополнительный. И у многих нет просто понимания, какую компанию выбрать, допустим, как вообще развивать этот бизнес, какой приоритет поставить себе, когда мы начинаем чем-то заниматься, какое дело вообще выбрать. Поэтому мы с Ольгой решили выйти в эфир и немного прояснить некоторые вопросы. Я сейчас Ольге задам несколько вопросов простых, она мне ответит, и мы узнаем, как Ольга думает на эту тему. Так, ну начнем, да? Так, Ольга, скажи, пожалуйста, вот смотри, в мире существует большое количество разных видов дохода. То есть люди зарабатывают разными, разными абсолютно способами. Кто, как говорится, умеет. Вот почему конкретно ты выбрала источник дохода именно сетевой маркетинг? Почему именно так? Ну, с сетевым я вообще-то давно знакома. Изначально я не рассматривала для себя как заработок, как основной источник дохода. Это была продуктовая компания, и на тот момент это были 2000-е годы. О, господи, уже почти 20 лет тому назад. Но для меня это была именно помощь самой себе, потому что это были продукты здоровья. Потом вообще я как дополнительный доход, как бизнес, как дополнительный доход не рассматривала, и года на 3-4 я для себя отрезала эту тему. Ну, потому что, потому так сложились обстоятельства. Потом я еще раз вернулась, именно потому что были моменты со здоровьем, и принимала все эти добавки. Ну, и сейчас я принимаю. Тогда это было так, как клиент. Люди смотрели, а что ты пьешь, а хочешь, а можно нам купить или что? Ну, пожалуйста, хотите у меня купите, хотите, регистрируйтесь, покупайте. Это было так, на уровне дилетантов. И только в году 13-м, и, кстати, вот с ноября, вот октябрь, ноябрь, декабрь, я считаю, что декабрь, потому что тогда в декабре я купила себе компьютер, ноутбук, и вот как-то серьезно этим занималась. Почему такая вот небольшая прелюдия ко всему этому? Потому что, чтобы было понимание, тоже не сразу пришла. А почему я все-таки пришла и выбрала для себя именно сетевой бизнес, и вообще потому что здесь можно заработать. Ни одна профессия, к моему великому сожалению, на земле тех возможностей не дает. Ну, просто не дает она, это правда. Если взять мою профессию, да, я парикмахер, мастер, художник, модельер парикмахерского искусства и декоративной косметики. Да, я работала во многих салонах и все такое. Но это клиенты, вот они пришли сегодня, пришли, ты заработал. Не пришли, не заработал. Что сказать, что я могу свою парикмахерскую деятельность развивать вне города Москвы, это невозможно. Просто при всем моем желании, пока еще не придумали, по скайпу стричь, красить и так далее. И это такой узкий круг. А потом... Я очень люблю свою профессию, это правда. Было посвящено много лет жизни. И да, я ходила учиться на разные семинары, тренинги. Но все-таки на каком-то этапе понимаешь, что мы уже немножко не то, вот рамки тесные. Наверное, для меня это еще и тесно оказалось. И хотелось что-то новое и что-то идти. И поэтому... А сетевой дает эти возможности. Даже на примере вот своего спонсора, первого спонсора, да, можно сказать, спонсора на сегодняшний день по продуктовой продукции. Мы общаемся, дружим. Ее тоже зовут Ольга. И я просто видела, как они куда-то все время ездят. Какие-то промоушены, какие-то там интересные. Ну вот просто интерес. И окружение людей, оно менялось прям... Ну очень много. И если еще в 2000-х годах это были знакомые, как-то так интернет еще не был задействован. А сейчас он задействован. Ну, наверное, да, мне захотелось вот этого большего. Ведь сетевой бизнес дает и огромное количество знакомств. И именно здесь, хотя, может быть, и не только здесь, наверное, сейчас люди любой профессии занимаются и личностным ростом, и многим всем. Но могу сказать, что, наверное, это действительно так. Вот это все началось с сетевого бизнеса. О личностном росте, о вере в себя, поверить в себя, вот любимому, любимую. Вот что это можно сделать. И действительно, я за все это время, вот за эти пять, шестой год в интернете, в этом убедилась лишний раз. Понятно. Вот поэтому пришла. Ну то есть я правильно понимаю, что тебя увлекает вот то, что здесь много новых знакомств, много новых впечатлений ты получаешь, да? Да. Ну, про деньги, естественно, мы, как говорится, это само собой разумеющееся, потому что здесь оно как-то само одно перетекает в другое. У тебя вот именно привлекло вот это вот знакомство, впечатление? Да, не совсем так. Первое привлекло деньги. И все-таки. Первое – деньги. И потому что деятельность на земле, она дает финансы, но только те, вот ты пришел, ты поработал – получил, не поработал – не получил. Не вышел на работу, куда-то уехал. Ну я не хочу брать ситуацию, там заболел, там что-то еще не хочу. Просто куда-то поехал. Все, ты не работаешь, ты потратил то, что ты заработал, пришел и усиленно вот надо, чтобы пришли люди, клиенты, чтобы я заработал. Именно деньги. Ну, когда я в 13-м году пришла, это было именно деньги. Я понимала, я видела на фоне вот многих людей, которые зарабатывают, и зарабатывают, и я сказала, почему бы нет, почему бы иметь не использовать это вот такой источник дохода. Не важно, буду я на работе, не буду я на работе, куда-то поехала, а в личный кабинет купали денежки, да, потому что там поработали партнеры, поработала структура, деньги. То, что поездки, впечатления, это уже как само собой разумеется. Понятно. Ну, классное вообще, да, я тоже считаю, что в сетевом, да что считаю, я это знаю точно, в сетевом очень много денег, надо просто знать, где их взять, с кем их взять и так далее. Ну да. Хорошо. Хорошо, тогда смотри, следующий вопрос. Тоже не менее такой актуальный. Многие люди, вот когда они приходят в сетевой, у них есть огромное желание, ну, они вот видят, да, особенно в интернет люди, которые заходят, они видят, что здесь какая-то движуха, тут люди что-то тут суетятся, что-то нахваливают, как-то зарабатывают, да. Но у них вроде бы есть желание присоединиться ко всему этому, но и при этом они считают, что это очень несерьёзно как-то, да, что это может быть как-то опасно для них. Почему вот у людей бытует такое мнение, что это несерьёзно, опасно, что это не заслуживает внимания? Я не могу, так вот, могу ответить вот только за себя. Возможно, это мнение многих окружающих. Когда я вот в тринадцатом году пришла, да, в продуктовую компанию, ну, с чем я столкнулась, вот удивительный такой момент. Когда я покупала продукты для здоровья в году 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, моё окружение оно так не воспринимало резко, потому что я не придавала этому значению, но пью и пью, витамины и витамины, добавки и добавки. И они вот как-то так. Когда воспринимали, ну и, а что помогают, а может попробовать там. Когда я стала, рассмотрела это для себя как бизнес, как источник дохода, мой тёплый круг, они восприняли это всё в штуки. В секту, в секту, в секту попала. Ну, и я тоже много смотрю, там иногда читаю комментарии, и тоже было такое, когда многие, наверное, такие, как я, прошли через это, что, о, в секту попала, ерунгой занимаются, да там зомбируют и так далее, и так потом, вот, и люди боятся. Что касается того, что они приходят в интернет, вообще-то они же тоже пришли за деньгами, да? Так а почему, почему бы они боятся, чего они боятся? Ну, наверное, осуждение своего тёплого круга. Может быть, чего они боятся. Может быть, боятся, что у них не получится. Может быть, боятся, что их обманут. Это вообще очень такое, что где бы такое найти, чтобы не обманули, чтобы гарантия была там и так далее. Ну, чего ещё может человек бояться? Ну, наверное, боятся денег. Я так думаю. Вот, кстати, говорят, да, да, да. Наверное, боятся денег. Причина, кстати, уважительная. Потому что денег все хотят, но на самом деле боятся денег, действительно, потому что это же ответственность денег. Поэтому боятся. Как говорят, испытание бедностью, что ли, или деньгами, это такое сильное испытание. И многие это испытание проходят. А вот испытание деньгами – это ещё большее испытание, и его не все проходят. Вот, наверное, так. Ну, я не знаю, что там и как там у нас наверху, и почему высшие силы или всевышние, или как Бог так распоряжается. А может быть, потому что основная масса людей не готовы к деньгам. Ну, не знаю, может быть, так. Да, я с тобой полностью согласна в этом плане, что не готовы к деньгам, тем более к большим. Ну, вот я ставлю свои три копейки, что почему у людей бытует мнение, что с тобой это несерьёзно. Потому что здесь нет начальника, который бы пкнул пальцем и сказал, так, сделай так, 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 так. Здесь надо самому же проявлять инициативу. Вот. И люди как бы думают, ну, можно шаляй-валяй. Так, сегодня поработал, завтра не поработал. Так вот. Короче говоря, поэтому у них ничего не получается, соответственно, и выводы потом негативные. И это тоже есть. Это же ты сам себе предоставлен. Да. Не говори, вставай на работу, пора. Там нужно эту работу сделать. Там не заплачу тебе денег или что-то. Этого нет. И всё-таки, наверное, ну, я не буду в процентном соотношении говорить, какое количество людей привыкли, чтобы был бы начальник поработать какое-то количество времени и по итогу отработанного этого времени получить какие-то деньги. Вот поработал, заработал, получил деньги. Поработал, получил деньги. Вот это тоже есть. И именно этот момент, наверное, очень сложно из себя, ну, вытолкнуть, что ли. Ну, это ты знаешь, наверное, всё-таки ближе, знаешь, к чему? Либо менталитет наёмного работника очень сильно у людей у кореня. То есть это, в основном, это страдает, вот, менталитет наёмного работника, люди уже такого, среднего поколения, там, старшего. Молодёжь, она как-то поактивнее вот в это всё вникает. А вот люди нашего поколения, там, может быть, среднего, они там какую-то часть своей жизни отработали на дядю, да? Им сложно как-то, наверное, переключиться, да? Ну, может быть, может быть. Что касается молодёжи, ну, в принципе, она тоже разная. Вот кто-то видит перспективу, схватывает, кто-то всё-таки не видит, хотя ему, возможно, лет 20-25. Вот недалее, как вчера, мне в ВКонтакте мужчина один написал, спросил, Ольга, а давно ли вы в интернете, давно криптовалютой занимаетесь, биткоин. Говорит, я, говорит, удивляюсь, молодёжь, что молодёжь даже до сих пор понятия не имеет, что это такое. Но молодёжь, она тоже разная. Тут, наверное, не от выворота зависит. Я не могу сказать, от чего именно это зависит. А я тебе скажу, от чего зависит. От родителей зависит. Это родители не показывают других вариантов, что в жизни есть много разных возможностей, чтобы зарабатывать, а не только ходить на работу. Но я не совсем тут соглашусь, Маргарита, потому что в моё детство родители что говорили? Иди учись. Будешь учиться, будешь работать на хорошей должности, а не будешь учиться, ну, будешь кирпичи-то встать. Вот, поэтому тут, да, я резко поменяла свою полученную профессию очень резко на 180 градусов. То есть у меня было одно образование, потом я пошла учиться на другого, ну, на парикмахерское искусство, да. Но не было такого, что вот ты можешь, посмотри, этим, этим, этим работать, или наоборот. Просто было, вот иди учись. Вот будешь учиться, будешь работать там, занимать должность. Нет, ну, будешь кирпичи таскать. Ну, так это мы с тобой практически с одного там поколения, да? Да. А мы же сейчас говорим про молодёжь. А про молодёжь, что молодёжь? На самом деле то, что родители, мне кажется, у них наоборот очень много возможностей. Очень много возможностей. Так а если родители не рассказывают об этих возможностях? Есть же ведь много семей, родители, которые вот по стандарту живут, да? Они сами отходили там садик, школа, работа, пенсия и так далее. Они детей своих, в принципе, так, на строе, внуков так же настраивают. Вот, допустим, я своих детей и внуков заранее готовлю. Говорю, так, есть работа на дядю, есть бизнес на себя. И надо стремиться к этому. Ну, мне, может быть, немножко сложновато на это ответить. Я пусто. Да, поэтому, ну, что касается другого момента, когда я общаюсь с людьми молодыми, и это мои родственники, племянники, нет. Дело в том, что они знают, видят некоторые возможности интернета, но как-то пока ещё не готовы в интернете зарабатывать. Может быть, чего-то их останавливает, может быть, что-то ещё. Ну, вот как-то так. Тут ещё, наверное, ко всему человек должен быть готов, независимо от того, сколько ему лет. 20 лет или там 30 плюс. Как говорят, всему есть время и случай, да? Да. Тут всё-таки должно быть такое. Потом многие, они же смотрят на людей, смотрят, наблюдают, что люди делают. Тут насколько молодёжь, почему она не идёт в интернет зарабатывать, она идёт. Но не все. Потому что всё равно все не могут. Не могут, да. Не придут все в интернет, не важно, кому сколько лет. Всё равно за заработком в интернет, но всё равно кто-то будет делать то, что он делает. Да. Ну, понятно. Смотри, раз уж мы подошли к этой теме, раз вот мы выяснили, что люди ищут доходы, кто-то сомневается, кто-то нет, а кто-то уже готов прям как бы заняться этим делом. И у них встаёт вопрос, какую компанию выбрать. Вот ты можешь коротко сказать, по каким критериям человек, который зашёл в интернет, на какие вообще факты или факторы ему остановиться и заострить внимание, чтобы выбрать нормальный бизнес? На чём ему заострить внимание? Как выбрать компанию? Когда я недавно была на семинаре по финансовой грамотности в Рязани, и там спикер по финансовой грамотности задал, как вот, не странно, этот же вопрос. Потому что это актуально. Как выбрать компанию? И задал вопрос. И так получилось. Говорит, как вы думаете, какая должна быть компания надёжная? Ну, между, что выбрать у компании, надёжность или гарантию? И он смотрел, вот так получилось, что смотрел на меня, а я сидела в первом ряду. Я говорю, ну, гарантия, вы знаете, мы всем умрём. Вот это, говорю, гарантирую. Точно гарантирую. Точно гарантирую. Когда-нибудь. У каждого свой срок. А он говорит, то, что мы все умрём, это гарантированно. Я говорю, да. Я говорю, а я бы выбрала компанию по надёжности. И он на меня посмотрел и сказал, да. Ну, это было вот чисто так, потому что я никогда не задумывалась, что должно быть в приоритете, гарантия или надёжность. А вот в тот момент, когда мне вот так вот задали этот вопрос, то я понимаю, что надёжность, гарантия... Ну, а надёжность, она вот в чём, в чём надёжность она проявляет? Я сейчас... Вот человек зашёл в интернет, надёжность ищет. Вот он ищет гарантию. Так вот я сейчас объясню этот момент, а потом другой. Гарантия, она может быть только вот... Ну, да, вот мы все умрём, это гарантированно. Ремонт холодильника. Вот гарантирует полгода там или год холодильник будет работать. Дальше я не знаю. Вот это гарантия. А надёжность, когда смотришь компанию, изучаешь её, смотришь, кто основал компанию, смотришь, какие там приоритеты поставлены. Ну, вот маркетинг – это уже потом, да. Вообще, какие люди в этой компании? Вот это говорит о надёжности. И вот если ты где-то там щёлкаешь, что доверяю, да, тогда идёшь. Каждый человек может ошибиться. Это естественно. Но именно в этот момент, именно сегодня, сейчас вот ты сюда пришёл, да, вот однозначно надо верить и доверять вот данной компании, этим людям, да, и, как говорится, начинать свою, ну, как, деятельность, что ли, работу в данной компании. Принимаешь условия, принимаешь этих людей. Если не будет вот этого доверия, тогда ничего и нет. Да, не будет. Кстати, да, помню этот момент. В воскресенье рано утром раздался звонок, позвонил бывший коллега, работали мы вместе. Ну, я ему потом перезвонила, потому что я не ответила в тот момент. И, поговорив о том, о всём, он мне сказал, ну, чем ты занимаешься там в интернете, насколько вот это всё, только никуда меня не агитирует. Я ему объяснила, а потом он мне говорит, ну, ты же обманываешь людей. Я говорю, в чём? То, что я делаю сегодня, я верю в то, что я делаю. Но я никому ничего не гарантирую. Логично, конечно. Потому что каждый человек должен взять ответственность на себя. Да. Я верю этим людям, с которыми я сейчас работаю, общаюсь. Я верю то, что делается в компании. Я в это верю, я этому доверяю. Понятно. Ну, каждый новичок, каждый человек, который приходит, информации балла. Работать можно реально где угодно. Но везде нужно работать. Спустя рукава не получится. А вот выбрать компанию вот по этим критериям. Посмотреть. Ну, ещё раз повторю, да. Кто основатель, какие люди, какая философия у компании, какие цели и миссии. Есть ли обучение, которое доступно вот партнёрам компании. Ну, вот какое это обучение, да. Ну, вот эти вот все пункты, они имеют значение, да. Насколько компания продолжает развиваться? Вот ты про миссию сказала. Вот какая миссия в твоей компании? Вот ты затронула тему миссии. Какая миссия в моей компании? В компании миссия занять свою нишу в области сетевого маркетинга, сетевых компаний. Предоставить людям возможность заработка. И причём очень хорошего. И на самом деле, сегодня это есть возможность заработать. Более того, вчера был прямой эфир, и ребята вот просто рассказывали, что они уже сделали на сегодняшний день. И это очень порадовало, очень порадовало, потому что, ну, действительно, за последний, скажем так, ну, что за последний? Вот за всё то время, что я в интернете, за исключением сетевых компаний продуктовых, ну, там, неважно, какой продукт, и глухие продукты, и добавки здоровья, там, и так далее, только вот у них есть вот эта вот ниша, да, они вот в этой нише, и они уже годами, там, ну, то есть уже такие монстры, да, и как монстры стоят, там, и всё такое. А именно компании, которые изначально идут как проекты, которые, казалось бы, неплохой маркетинг, можно заработать на криптовалюте, ну, чего греха таить, полгода, год, полтора, это всё как-то схлопывается, скамится, и становится очень досадно, очень досадно, потому что люди же идут, верят, и, а потом получается, что не будет. Каждая компания имеет место быть, те компании, которые всё-таки каким-то образом возрождаются, продолжают работать, это тоже хорошо, дай бог, да, как говорится, вот, а очень много компаний, которые соскалились, вот, особенно за последние полгода, я же тоже вижу, и, может быть, да, на начальном этапе что-то люди зарабатывают, а потом всё. Ну, бизнес такое дело, да, либо выстрелить, либо нет. Да, и когда мне спрашивали, Ольга, а как ты думаешь, как надолго, вот не страшно людей бывать, я говорю, ребят, надолго, да, не страшно, и вчерашний прямой эфир, ребята, это подтвердил, да. Я, кстати, видела, да, этот эфир, я его в записи посмотрела, даже сегодня его посмотрела, я вообще была, как говорится, ну, в приятном таком удивлении. Да, и это очень приятно, это радует, действительно, ребята поставили себе цель на совершенно другой уровень, несмотря на то, что у нас криптовалюта подвязана, вот, да, и, ну, это радует. И, как говорится, Бог в помощь. Да, да, самое главное, чтобы люди работали спокойно, исполняли свои мечты. Да. Понятно, ну, вот смотри, уже мы обсудили, как выбрать компанию, все, и миссию, значит, подходим к такому вопросу. Вот у человека есть желание, да, уже заниматься, там, ну, дополнительные источники. Но вот он где-то работает, он не хочет бросать свою работу. Стоит ли вообще бросать работу, и можно ли совмещать как-то? Или нужно сразу бросить наемную работу? Нет, я бы не рекомендовала бы сразу бросать. Я сама не сразу ушла, потому что, когда человек новичок приходит, совсем новичок, ему это надо изучить. Просто у него должна быть, я так думаю, цель посвятить хотя бы для начала, да, пару часов, два-три часа, ну, это должно быть каждый день, изучить, изучить программу, компанию, ну, вообще вот эти все вот такие аспекты, и начинать. И когда он, если он действительно горит, если он действительно хочет, у него получится совместить. Ну, это получится, почему? Потому что, ну, согласись, Маргарита, работали же люди на двух работах. Ну да, да, да. Там еще что-то совмещают же, а это точно так же. Почему я не рекомендую уходить сразу? Потому что однозначно, то, что если человек хочет, очень хочет, он в итоге будет зарабатывать в интернете, это да. Но то, что он, ну, насколько у него это получится сразу, ну, у всех по-разному, да. У всех по-разному, у кого-то, да, получается сразу, у кого-то не очень. И чтобы не было того разочарования, да, что он ушел с работы, лишился какого-то, каких-то финансов, да. Ушел в интернет, а в интернете вложил, там это не получилось, не заработал. И у человека начинается депрессия, и он уходит, если не навсегда, но надолго уходит из интернета. И такие случаи есть, их много. Когда, помню тоже года три назад, четыре, у меня партнер ушел с работы, когда я узнала, я была в шоке. Почему? Потому что человек жил на съемной квартире, потому что семья трое или четверо детей. И я даже не знаю, кто именно ему уши напел, что он сейчас заработает супер-пупер большие деньги. Быстро, да? Да, очень быстро. Я говорю, да как же вот кто-то не посоветовался, не спросил. А на тот момент я работал. Я говорю, да о чем ты говоришь, даже я работаю. Я говорю, вот понимаешь, как вот ты ушел. И денег он не заработал, умудрился влезть в долги там какие-то, да. И, конечно, он просто ушел и все удалил, свои страницы, просто вот как-то. Это было вот его полное разочарование. Поэтому этого делать нельзя. Ну, во всяком случае, я бы не рекомендовала. Но на черном этапе все равно, пока человек достигает вот эти все азы, потому что интернет-бизнес, это как любой бизнес, его нужно изучить. Пока ты его не изучишь, ничего не получится. Здесь тоже нужно и учиться, и понимать, и вот как это все работает. Изучить и раскачать. Потому что не наемная работа, чтобы начальник там что-то заплатил. Его надо раскачать, этот бизнес, и этому надо время. Это как бы там ни было, вот повторю еще раз, это сродни к тому, что принять для себя, что ты работаешь на двух работах. Вот это ты, пока у тебя источник дохода, а вот здесь ты изучаешь, и тебе это нужно выучить это вот все, да, и работать. Но вспомни, да, и были такие же моменты, когда люди и учились, и работали. Да. Они же не бросали работу, потому что они учатся. Ну, я думаю, что, ты знаешь, в большинстве случаев люди так поступают от неграмотности, от того, что наставник, допустим, куда они приходят, или компания, команда, они им просто не объясняют элементарных вещей. Да? Наверное. Потому что я помню, когда я отошла немножечко от продуктовой компании и поняла, что надо изучить интернет, потому что те старые методы не работают. Ну, может быть, они и работают у кого-то, но у меня они не сработали, и нужно изучить интернет. И я попала, познакомилась с одной женщиной, и она говорит, вот если ты хочешь, чтобы я тебя научила, это круглосуточно должно быть со мной. Я говорю, я не могу быть круглосуточно с тобой, потому что я работаю. Она, а как ты хочешь постигнуть азы сетевого бизнеса? Я говорю, вот за то мое свободное время, потому что вот я два дня работаю, два дня я отдыхаю, и вот за это время я могу это изучить. Если я не изучаю, вот я там вышла в 5-6 часов с работы, в 7 часов, значит, вот это время до 11, до 12 ты мне показывай, рассказывай, суббота, воскресенье показывай, рассказывай. И нету должна быть круглосуточно со мной. Я говорю, ну, так не может быть, а как-то же надо на что-то жить и спеть и так далее. Конечно, конечно. Я хочу получить какие-то результаты. На самом деле, поэтому вот я поступила так, как я поступила с этой женщиной, мы в нормальных отношениях созваниваемся иногда. Но я вот говорю о себе, потому что люди разные, скорость у всех тоже разная, восприятие у людей тоже разное. То есть, вот, может быть, у кого-то это получится. Вот так вот резко уйти с работы, вот прям резко, да, и делать. Ну, пожалуйста. А тот, кто немножечко все-таки, чтобы ни о чем не жалеть, лучше вначале немножко пойти так вот, по такому пути, да, никого не ругать и, не дай бог, не проклинать, то можно вначале изучить, а потом уже... Конечно, каждый для себя сам делает выводы, как ему это делать. Я с этим вот еще добавлю тоже вот в рамках марафона в августе по Инстаграму, познакомилась вот с девушкой, женщиной, которая с Питерой и тоже работала и в интернете, и как-то немножко сокрушалась, что чуть времени не хватает. Она говорит, ну, и бросить не могу. Может, мне бросить, я говорю, ну, что ты, ты, ребенок, а как, вот, дерзай, получится, время находи. Вот ты возьми себе четко, да, два-три часа. И вот ты вот эти два-три часа в интернете вот по полной программе вот. И вы знаете, что она молодец, у нее стало получаться, да. Пойдет дальше. Чуть-чуть получится, вот когда уже более так, ну, тогда тоже она, я хочу уйти с работы, мне нравится, ну, вот, пожалуйста. Потому что вот эти моменты надо униться и вмещать. Да, и ты знаешь, я еще хотела, знаешь, что добавить? Все люди разные, действительно, и кому-то, ну, ты права абсолютно, что бросать работу не стоит. Прямо, мосты с джипа. Но для кого-то это может послужить стимулом. Может. Потому что источника дохода нет, как бы, да, другого, и он тут начнет активничать. А бывает так, вот я по себе просто скажу, да. Я долгое время совмещала сетевой бизнес с наемным трудом. Много-много лет. И, ну, были результаты, как бы, да, все. Но я понимала, что вот меня это действительно, ну, я трудоголик, я если погружаюсь с головой, да, я вот рухнула, и все, у меня нету работы. Поэтому у меня получалось, либо я на работе увлекусь там, работаю, как говорится, полностью отдаюсь, сетевой страдаю, либо в сетевой, вот, погружусь, работа страдает. В итоге вот тоже приняла решение. И вот, вот, чтобы подвести итог нашей вот беседы, скажи, какие у тебя цели вообще? Какая вот вообще у тебя личная? Какая у тебя личная? Какая у тебя миссия, да? Вот скажи, какая миссия у твоей команды? К чему вы вообще вместе с командой стремитесь? Умитесь, какие цели вообще себе ставите? И вообще, что бы ты могла пожелать новичкам, которые сегодня приходят в интернет? Маргарита, позволь мне о моей личной цели не говорить. Нет, я не про личную цель. Да. Нет, не про личную. А я имею в виду с командой, с командой. Командой двигаться вперед. Вот я и говорю с командой. Какая цель у вас с командой? Цель вперед. Покорить то, что нужно покорить. И я думаю, что получится. Однозначно. Ну не думаю, а знаю, что получится. Да, в команде тоже разные люди. Разные и по возрасту, и по характеру, и по темпераменту. Но все они разные, и все они очень хорошие люди. Очень хорошие люди, и поэтому все получится. Вот. Что бы ты могла пожелать новичкам, которые приходят в интернет? Ну, порекомендовать. Что бы я могла пожелать новичкам, которые приходят в интернет? Ну, первое. Добро пожелать. Второе. Уважаемые новички. Вначале нужно, конечно, все изучить. Информацию балом. Просто вот ее изучить. От иду от корочки до корочки. Когда вам предлагают и говорят, смотри, как супер там. Купер. Вот здесь можно круто заработать. И изучить информацию. Ну, и обычно, в любом случае, люди идут на человека все равно. И новичок тоже. То есть, эту информацию тоже изучите. Кем вы хотите работать? Кто этот человек? И какой он человек? Что еще? Ну, вот, наверное, это самое главное. Изучить информацию, которую дает. Даже если эту информацию дал человек, которого вы знаете, уважаете. Но все равно эту информацию вы и должны, и обязаны изучить. Потому что, когда вы примите предложение, вы возьмете ответственность на себя. Это в любом случае. И нету того, ну, такой вот момент. Вот спонсор обещал, наставник обещал. Ну, что бы ни обещал бы наставник, ответственность все равно того человека, который принимает решение. И надо понимать, даже если наставник что-то обещал, а насколько ты сделал, те шаги, о которых говорил наставник. То есть, вот, это для тебя нужно понимать, принимать, делать. Да, все правильно, да. Все, как говорится, на нашей ответственности. Абсолютно все. Абсолютно. Потому что, ну, потому что без нашей ответственности, без того, что человек взял бы ответственность на себя, ничего не получится. Так, классно. Вот, в этом я убеждаюсь за всю свою жизнь, что за плечами. В этом я убедилась за эти пять, уже шестой год в интернете. Вот. Вот, как-то так. Понятно. Ну, Ольга, я хочу тебя поблагодарить, потому что сегодняшняя беседа, я надеюсь очень, понравится тем, кто ищет информацию, как развиваться в интернете. Я уверена, что они тебя послушают и примут во внимание все твои рекомендации. Благодарю, что ты вышла самой сегодня в прямой эфир. Благодарю, Маргита. Я очень рада с тобой вместе в одной команде развиваться, потому что мы с тобой партнеры одной команды. Мне тоже. Мне очень приятно, и я тебя очень уважаю. И, ну, я готова, допустим, еще много-много-много лет вперед. Благодарю тебя за все, что ты сегодня сказала, ну, и вообще за то, что ты есть. Маргарита, благодарю тебя взаимно. Хочу сказать, для меня было очень неожиданно, когда ты вчера позвонила и сказала, Ольга, давай я возьму тебе интервью. И благодарю за то, что сделала это. И хочу сказать всем, когда Маргарита сказала, что хочет взять у меня интервью, а я говорю, Маргарита, подкинь мне, пожалуйста, вопросы, какие ты мне хочешь задать. Она сказала, нет, не дам, а то будет неестественно звучать. Ну, правильно, да. Да, так что, друзья, это я благодарна Маргарите, что она не повелась на мои уговоры, не дала мне эти вопросы и задала их мне так, как задала, а я отвечала так, как я отвечала то, о чем я думаю, и без всякой предварительной подготовки на это. Желаю вам, друзья, всего самого хорошего. Ну, я всегда желаю всем любви, мира, благополучия и радости. И самое главное, пусть каждый бережет себя и дорогих ему людей. Благодарю тебя за эти слова. Друзья, всем пока. Середитесь за нашим каналом, потому что мы еще не раз будем выкладывать интересные вот такие разговоры с партнерами. И я думаю, вам это будет интересно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик. С вами были Ольга и Маргарита. Всем пока-пока. Благодарю, Маргарита. Так, сейчас мы это выключим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!